Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересных, а главное полезных информаций о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор будет посвящен одному довольно интересному и даже, можно сказать, неформатному автомобилю. Если вы задались целью купить себе седан бизнес-класса, но при этом японцы по какой-то причине вам не подходят, возможно, в том числе и из-за цены, вы можете обратить внимание на тот факт, что на подобные автомобили цены на вторичном рынке могут оказаться весьма привлекательными. В рамках сегодняшнего ролика мы поговорим о том, какие сюрпризы могут вас поджидать при покупке подобного автомобиля. Встречайте, Volkswagen Passat Comfort Coupé, или, как его принято называть у нас, Passat CC. Volkswagen Passat в версии Comfort Coupé CC или CC, как это более привычно нашему уху, появился в далеком 2008 году. Этот автомобиль простоял на конвейере довольно продолжительное время. Он выпускался по 2016-й. В 2011 году машину подвергли рестайлингу, в ходе которого обновили агрегатную линейку и слегка подправили внешность. Эти автомобили поставлялись на несколько рынков сбыта, но мы сегодня будем говорить в основном про машины для российского рынка. Так вот, если вы задумывались о покупке подобного автомобиля на российском рынке, то выбирать вы могли между следующими версиями. Что касается агрегатов под капотом, на этот автомобиль могли устанавливаться следующие варианты двигателей. Объем 1,8 литра на 152 лошадиные силы. В двух ипостасях первое-второе поколение, но об этом поговорим чуть позже. Эти моторы могли агрегатироваться как с механической, так и с роботизированной коробкой передач. Привод у таких версий был на переднюю ось. Также для покупателей в России были доступны двухлитровые бензиновые и дизельные агрегаты. Бензиновые моторы на 200-210 лошадиных сил, а дизеля на 140 и 170 в зависимости от периода выпуска автомобиля. Подобные моторы комплектовались роботизированными коробками и имели передний привод. Была также доступна и топовая версия. Под капотом таких машин располагался двигатель конфигурации VR, то есть V-образно-рядный. 3,6 литра рабочего объема, 300 лошадиных сил и роботизированная коробка передач ему в пару и полный привод. Построенным с использованием муфты Haldex. Этот довольно немаленький автомобиль, полной массой под 2 тонны, даже с базовым двигателем 1,8 литра, если говорить про бензиновые версии, разгоняется до 100 км в час за 8,6 секунды. Имеет максималку в 220 км в час, что весьма неплохо. А в топовой версии с мотором 3,6 этот автомобиль разгоняется до 100 менее чем за 6 секунд. А максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км в час. Так что какую версию вы бы не выбрали, динамики этого автомобиля обычному автолюбителю должно хватить с избытком. Наш сегодняшний экземпляр, кстати говоря, это мотор 1,8 на 152 лошади, роботизированная 7-ступенчатая коробка передач и передний привод. Машина 2013 года и это рестайлинг. По традиции обзор автомобиля мы начнем с разговоров про кузов, про толщину и качество красочного покрытия, а также про его сопротивляемость к коррозии. Что касается толщины окраса, то Volkswagen Passat CC это довольно-таки типичный ваг. Толщина лакокрасочного покрытия на этих машинах может с завода достигать 160 микрон. А в случае, если речь идет про многослойный и сложный цвет, может быть выше. Как водится, при проверке подобного автомобиля толщиномером обращайте внимание на разброс показаний по всему кузову. Проверьте весь автомобиль. Что касается качества окраса, выбирая подобную машину, следует помнить о том, что на некоторых экземплярах попадался дефект лакокрасочного покрытия, связанный с локальным отслоением краски. В месте образования скола, например. Размер подобных повреждений вполне мог соответствовать, например, 5-рублевой монетке. Подобные дефекты встречаются также на Volkswagen Tiguan первого поколения и, например, на Skoda Octavia A5. В основной массе подобные вещи локализуются в районе дверных ручек. Поэтому, если вы осматриваете подобные автомобили, обнаружили косметический окрас, скажем, толщиной в 200-250 микрон, наличие этого окраса может быть связано как раз с устранением косметического дефекта. Не отличающийся большой долговечностью хром на внешних элементах отделки вряд ли можно отнести к серьезным дефектам. Тем более, что практически подавляющее большинство возрастных автомобилей и от других производителей тоже также вполне могут иметь дефекты в виде вспучивания или отслоения хромированного покрытия. А вот про стойкость кузова коррозии у Passat CC можно сказать только хорошие. Ржавеют эти машины на самом деле крайне неохотно и довольно медленно. Поэтому, если автомобиль не был серьезно ударен и халтурно восстановлен после ДТП, скорее всего, по части ржавчины на машине у вас все должно обстоять благополучно. Даже если речь идет про экземпляры первых лет выпуска. Также, если вы будете смотреть подобный автомобиль на подъемнике, вы можете обратить внимание, что зона, наиболее подверженная образованию коррозии на других автомобилях, а именно тазик багажника у Passat CC, выполнена из пластика. То есть, ниша запаски по факту это вставыш пластмассовый, который ржаветь у вас не будет никогда. Что касается каких-то проблем, связанных с кузовом по части функционала, то у Volkswagen Passat CC есть пара довольно-таки неприятных, но далеко не смертельных особенностей. Первая связанная с примерзанием механизма открывания лючка бензобака. И в этом случае в каждом сезоне перед наступлением холодов лучше, конечно, обрабатывать его детали водоотталкивающей, либо водовытесняющей смазкой. А второй момент связан с тем, что на этих автомобилях, опять же, не на всех поголовно бывает, выходит из строя блок управления доводчиками стеклоподъемника. Когда вы тянете на себя ручку открывания двери, стекла слегка приопускаются, чтобы выйти из зацепления с уплотнителем. Так вот, в случае, если вы смотрите подобный автомобиль, обязательно проверьте, чтобы все доводчики исправно функционировали. Что касается салона Passat CC, то из плюсов здесь можно отметить очень интересное оформление. Автомобиль действительно смотрится очень выигрышно, довольно-таки премиально. Здесь крайне удобные ковшеобразные кресла с очень хорошей боковой поддержкой и качественные материалы отделки. Что касается надежности бортового электрооборудования, то у этих автомобилей каких-то характерных родовых проблем на самом деле практически нет. Естественно, с поправкой на возраст экземпляра, который вы будете себе подбирать, следует обратить внимание на то, чтобы все, что включает комплектация вашей машины, работало исправно. Как водится, в группе риска автомобилей, пережившей серьезная авария и неквалифицированное вмешательство в бортовую электросистему. Ну а теперь поговорим про начинку или содержимое подкапотного пространства Volkswagen Passat CC. Базовыми бензиновыми двигателями в этой модели были моторы объемом 1,8 литра. До 2010 года здесь стояли двигатели, имеющие маркировку BZB, ну а на рестайлинговых машинах двигатели CDA. Конструктивно оба этих мотора между собой очень схожи. Здесь чугунный блок цилиндров. Четыре цилиндра в ряд, два верхних распредвала, есть гидрокомпенсаторы, есть фазовращатель на впуске, прямой впрыск топлива, турбонаддув и цепной привод ГРМ. Мощность этих агрегатов 152 и 160 лошадиных сил. Мощность этих агрегатов это около 150-160 лошадиных сил в зависимости от версии мотора. Из плюсов этих двигателей можно отметить тяговитость и эластичность, а также небольшой расход топлива. А также в целом весьма неплохой ресурс. В частности двигатели BZB в некоторых случаях умудрялись проехать аж под 500 тысяч километров пробега. Среднестатистический и средневзвешенный ресурс дорестайлингового агрегата это около 300 тысяч километров. Само собой разумеется без слабых мест здесь не обошлось. И для дорестайлинговых автомобилей наиболее неприятным моментом будет цепь ГРМ. Ресурс цепи здесь достаточно скромный. В некоторых случаях она просилась на замену еще не доехав до 100 тысяч километров пробега. Самое малоприятное, что на данных двигателях у дорестайлинговых автомобилей возможен перескок цепи при запуске на холодную. Связано это с особенностями работы гидронатяжителя. Так что при покупке подобного автомобиля не поленитесь заехать на станцию специализирующуюся на ВАГах и посмотрите, что происходит с цепью ГРМ. Второй момент будет связан с вихревыми заслонками впускного коллектора, что также диагностируется в том числе и при помощи сканера. Встречаются на этих моторах и течи масла, коренной сальник и, например, крышка клапанов. Но эти вещи элементарно диагностируются при внешнем осмотре автомобиля на станции. Надо отметить, что в плане, например, расхода масла на угар дорестайлинговый двигатель БЗБ куда более благоприятный. Как правило, эти моторы, если и начинают есть масло, то по причине выхода из строя системы вентиляции картерных газов. Кстати, на проблемы с КВКГ в данном случае как раз и указывают многочисленные течи масла по двигателю. Поэтому, если вы смотрите подобный автомобиль, убедитесь в том, что агрегат на нем сухой. Но, тем не менее, в процессе эксплуатации не забывайте проверять уровень, особенно первые несколько тысяч километров эксплуатации автомобиля, и при необходимости этот самый уровень корректировать. Двигатели рестайлинговые, СДА, также нужно проверять на предмет масложора. У них, как правило, расход масла на угар связан с поршневыми кольцами, которые имеют свойство залегать. Причем, в некоторых случаях это происходит еще на пробегах до 150 тысяч. Конечно, существует и ревизия поршневой группы, после установки которой про проблему расхода масла на данном моторе практически забывают. Но, условно говоря, нормой расхода масла считается литр на где-то 2,5-3 тысячи километров пробега. Цепи на рестайлинговых моторах также далеко не вечные и тоже могут потребовать замены к пробегу 100-150 тысяч. Ну и не лишне будет помнить о том, что на этих агрегатах помпа выполнена в едином узле с термостатом и датчиком температуры. Если данный узел начнет пропускать антифриз, то есть попросту потечет, а случится это может на пробеге за 120 тысяч километров. В принципе, если этот узел еще оригинальный, то вам придется его менять. Плюс здесь в том, что вы поменяете сразу два компонента разом, но минус в том, что и заплатите вы тоже как за два узла. А не один отдельный термостат или не одну отдельную помпу. В общем и в целом, покупать подобный двигатель можно. Слабых мест у него не так много, но они известны и легко выявляются при диагностике на профильном сервисе. В линейку двухлитровых агрегатов на Passat CC входили весьма неплохие по части своей надежности дизельные моторы. 140 лошадиных сил и 170 лошадиных сил. Дизельные моторы, естественно, имеют чугунный блок цилиндров. Это также рядные четверки с двумя распредвалами. Стоит турбина с изменяемой геометрией, система впрыска Bosch Common Rail. Причем на этих дизельных моторах Volkswagen использовал обычные электромагнитные форсунки, которые отличаются с завидной надежностью. Так что если вы не будете заливать в свой дизельный Passat откровенно паленое дистопливо, то, скорее всего, и проблем с топливной системой вы избежите на протяжении достаточно многих сотен тысяч километров. У данных дизельных двигателей нет, например, изменяемой геометрии впускного тракта, то есть нет вихревых заслонок, что положительным образом сказывается на надежности. Естественно, внимание к своей персоне может потребовать экологии в виде системы рециркуляции отработавших газов EGR. Но имейте в виду, что дизельный двигатель под капотом Passat CC будет иметь ременной привод газораспределительного механизма. Ресурс ремня заявлен производителем как умопомрачительные 200 тысяч километров пробега, но до обрыва ремня лучше на данных агрегатах не доводить, дабы не попасть на очень дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров. Поскольку в случае обрыва ремня на данных дизелях ремонт головки блока цилиндров вам обеспечен. Что касается характеристик подобных машин в плане эксплуатации, то здесь можно отметить очень высокий крутящий момент – 350 ньютонометров. Эти автомобили имеют весьма недурную динамику и при этом еще меньше, чем на бензине, расход топлива в среднем порядка 6 литров солярки на 100 километров пути. И это, если говорить про городской цикл. Однако дизельные машины на вторичном рынке встречаются не так часто. Гораздо чаще попадаются версии с двухлитровыми бензиновыми моторами. Конструктивно двухлитровые бензиновые моторы Passat очень похожи на моторы 1.8. Здесь также чугунный блок, здесь также есть фазовращатели, здесь цепь, здесь турбина, здесь прямой впрыск и коллектор с изменяемой геометрией. И что касается слабых мест агрегатов объемом 2 литра, в принципе все то же самое, что на двигателях 1.8. Только машины с таким мотором под капотом гораздо динамичнее. Плюс еще в том, что двухлитровый агрегат агрегатируется немножко с другой коробкой передач. Но об этом чуть позже. Ну а самым благоприятным с точки зрения надежности будет двигатель объемом 3.6 литра. 300 лошадиных сил это вершина агрегатной линейки Passat. VR6, то есть V-образно-рядный мотор. V-образник с очень небольшим углом развала цилиндров, накрытый одной общей головкой блока. Это атмосферный мотор. Здесь нет наддува, но есть прямой впрыск с ТНВД. И достаточно редко, но бывали проблемы с самим насосом. Не носивший, однако, повального характера. Привод ГРМ здесь также цепной. Цепи эти довольно надежны и ходят уже побольше. Гораздо побольше, чем на своих четырехцилиндровых собратьях. Присутствуют в конструкции гидрокомпенсаторы, поэтому регулировкой зазоров заниматься не придется. Ну а система вентиляции картерных газов, где иногда могут потребовать внимания мембраны, в данном случае не будет относиться к сколь-нибудь глобальным неприятностям. Конечно, большой объемный мотор и расход топлива будет иметь соответствующий, но вполне возможно надежность агрегата будет того стоить. Ну а теперь, что касается коробок передач. Младшие моторы объемом 1,8 литра на этих машинах агрегатировались как с обычной механической, так и с роботизированной коробкой передач, типа DSG. К механике вопросов на самом деле минимум. Эти коробки довольно-таки надежны, служат очень долго, свыше 250-300 тысяч километров пробега. Но следует иметь в виду, что у Passat CC, как у большинства современных машин с более или менее мощными моторами, маховик будет двухмассовый. Соответственно, при осмотре подобной машины на механике, на тест-драйве убедитесь, что со стороны маховика нет никаких ударов при резкой смене передач. В противном случае, если маховик будет бить и сдавать какие-то звуки, его, скорее всего, придется менять. И в данном случае, либо придется подбирать на разборках бэушный двухмассовый маховик в хорошем состоянии, что может быть не так уж и просто сделать, либо заказывать новый комплект. Стоит он далеко не 3 копейки. По самой же коробке вопросов, повторимся, нет. Как и по ресурсу узлов сцепления, в зависимости от стиля эксплуатации, сцепление здесь ходит в среднем 100-150 тысяч километров пробега, а у аккуратных водителей может прожить гораздо дольше. Немножко другое дело, это коробка передач роботизированная типа DSG, которая устанавливалась на младшие двигатели. Это DQ200, 7-ступенчатый робот с сухим сцеплением. Именно с данной коробкой были связаны основные нарекания по этим автомобилям, когда они были новыми. На первых сериях машин трансмиссия не доезжала без ремонта до пробега 60-70 тысяч. Менялись комплекты сцепления, ну а затем мехатроник. При этом надо отметить, что проблема тут крылась не только в недоработках конструктивных, но и, скажем так, в непонимании специфики эксплуатации подобной трансмиссии самими водителями. В особенности не отличалась долгожительством эта коробка в руках у тех, кто использовал машину преимущественно для движения в условиях мегаполиса и пробок. Компания Volkswagen бесперерывно модернизировала данный узел до тех пор, пока с 2014 года все-таки не поправили ситуацию в благополучную сторону. Но, тем не менее, имейте в виду, средний ресурс компонентов сцеплений у сухого DSG это около 150 тысяч километров при условии надлежащей эксплуатации. Продлить жизнь данной трансмиссии помогут такие приемы, как, например, включение коробки в принудительный режим первой передачи при движении в пробке. Также следует отказаться от некоторых привычек автоматчиков, например, от движения в ползущем режиме при полуприжатой педали тормоза. Если вы будете слегка отпускать передний автомобиль на дистанцию и трогаться так, как вы делали бы это на автомобиле с механикой, то есть четко обозначив нажатие на педаль газа, ваши сцепления будут жить дольше. Кстати, изрядно помогает в этом функция автохолд, при которой машина держится тормозами на месте при отпущенной педали тормоза до момента, когда вы нажмете на газ. Однако, не все так печально. И в 2022 году, даже выбирая себе дорестайринговый Passat CC с мотором 1.8, вы очень вряд ли наткнетесь на машину, где предыдущий собственник еще не обслужил бы и не отремонтировал коробку. Так что ключевое внимание на момент, как давно это обслуживание было проведено. Масло в данных трансмиссиях вообще по регламенту меняется раз в 60 тысяч километров, но если машина эксплуатируется в особо тяжелых условиях, вы можете его и подсократить хотя бы до 35-40 тысяч. Вреда от этого точно не будет. На тест-драйве подобная коробка должна вести себя абсолютно адекватно. Если присутствуют дергания в ползущем режиме, толчки при переключениях и так далее, от такого автомобиля лучше заблаговременно отказаться. Гораздо лучше в плане надежности дела обстоят у шестиступенчатой роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями. Эта трансмиссия устанавливалась на двигатели большого объема, начиная от 2 литров, и на дизельные машины. Мокрая DSG на VAG в той версии, в какой она оказалась на Passat CC, уже способна отработать 200-250 тысяч без вмешательства извне. Но она также критично относится к чистоте рабочей жидкости, поэтому масло в КПП менять не реже, чем раз в 50 тысяч километров пробега. Если же основной режим эксплуатации автомобиля для вас трассовый, то про проблемы с DSG, скорее всего, вы можете вообще не думать. Ресурс этих коробок при езде, в основном по трассе, возрастает многократно. Что касается обычных гидромеханических автоматов, на самом деле на этих машинах они были, но это было в очень ограниченный период времени и только для машин на американский рынок. Вероятность обнаружить подобный экземпляр на российской вторичке на самом деле минимальна. Поэтому, пожалуй, оставим данную трансмиссию за рамками обзора. Что касается ходовки Volkswagen Passat CC, в данном конкретном случае машина позиционировалась как купе, то есть с уклоном в спортивность. Однако, ходовая часть этой машины демонстрирует весьма хороший баланс между управляемостью и комфортом. Кстати, несмотря на спортивную внешность, эта машина имеет вполне взрослый дорожный просвет. От порогов до земли в данном случае порядка 16-17 сантиметров минимум. Низшая точка в данном случае это защита картера, до которой также порядка 15-16 сантиметров. Поэтому эту машину нельзя назвать пузотеркой. У того же Ford Focus 3 в дорестайлинге дорожный просвет гораздо меньше. По своей конструкции подвеска Passat это Макферсон спереди и многорычажка сзади. При этом, кстати, обращает на себя внимание тот факт, что нижние шаровые, например, в данном случае выполнены съемными. Это болтовое соединение. Соответственно, при замене шаровой опоры вам не придется менять весь рычаг в сборе, что может помочь изрядно сэкономить. Вообще, в целом, Passat CC это недорогая в ремонте машина, если говорить про ремонт ходовой части. Поскольку в данном случае он мало чем отличается от просто обычного B6 Passat. Если, конечно, не учитывать самые топовые версии, где могут стоять довольно-таки дорогие амортизаторы с регулировкой жесткости. Ресурс компонентов в данном случае также весьма неплохой по легковым меркам. Практически все здесь выхаживает за 100-120 тысяч километров, если говорить про, например, сэллинг-блоки передних рычагов. Даже обслуживать стабилизатор поперечной устойчивости на этих машинах редко приходится ранее 100 тысяч километров пробега. Передние ступичные подшипники, например, здесь вообще весьма крепкие. И очень многие владельцы Passat не занимаются их заменой вплоть до пробегов тысяч под 200. А опоры передних стоек способны отработать около 150-160. Что касается рулевой рейки, самого дорогостоящего элемента любой ходовой части, у Passat CC рулевая рейка это не слабый узел. Ходит она порядка 120-150 тысяч километров свободно, а впоследствии довольно-таки легко ремонтируется. Основное внимание при осмотре подобного автомобиля снизу уделяйте агрегатам. Двигатель, коробка передач должны быть сухими. Также обратите внимание, чтобы турбина, если вы смотрите версию с турбомотором, не имела следов течи и смазки. Ну и если речь идет про машину с механической коробкой передач, на всякий пожарный проверьте, чтобы не текли сальники приводов. Некоторые владельцы Passat с механикой сталкивались с подобной проблемой на пробегах за 100 тысяч километров. Что касается задней подвески Passat, здесь у нас многорычажка. Причем многорычажка довольно внушительного вида. Это рычаги, основные рычаги, несущие большую часть нагрузки, в данном случае очень массивные, как и сайлинг-блоки в них. Соответственно, на пробегах ранее 200 тысяч километров практически не приходится сюда залазить. В задней части кузова также стоит отметить отдельно пластиковую нишу багажника, которая никогда у вас не будет гнить. И на автомобиле с пробегом 265 тысяч километров 2013, напомню, года выпуска, практически вообще нет коррозии на самом кузове. Нет ее на порогах, нет ее на днище и нет ее абсолютно нигде, в том числе и над задним подрамником. Это достаточно хороший и жирный плюс на самом деле для того, чтобы рассматривать подобный автомобиль к покупке среди аналогов. Ну а теперь общие выводы. Как уже было сказано, самый основной актив данного автомобиля это очень стойкий к коррозии кузов. Причем кузов весьма удобный и при этом эстетически приятный глазу. Хотя дизайн, конечно, дело исключительно субъективное. Что касается моторов, то в данном случае, конечно, не следует приобретать подобный автомобиль с закрытыми глазами и без соответствующей диагностики. В случае, если вам подвернется такая машина, вы можете смело приобретать автомобиль с двигателем 3,6 литра. Если, опять же, не пугает большой транспортный налог за 300 лошадиных сил. Но в целом даже ресурс в 300-350 тысяч километров, который будет способен отработать мотор 1.8 младшей в линейке, будет более чем достаточен. Тем более, если вы найдете автомобиль, где, например, предыдущий собственник уже поменял цепи ГРМ. И, соответственно, следующие 1100 вам не придется залазить в двигатель. То же самое касается, в принципе, и коробок передач. Но, может быть, за исключением 7-ступенчатого робота на младшеобъемных моторах. Тем не менее, даже при выборе подобного автомобиля можно себя обезопасить от вложений в ближайшие 2-3 года, выбрав машину, где предыдущий собственник не так давно и качественно отремонтировал DSG. Ключевым моментом при покупке подобных автомобилей, конечно, вряд ли станет стремление сэкономить на всем. Да, оно, наверное, здесь и не получится. Но и эмоции, которые эта машина будет вам дарить при вождении, вполне могут стоить той переплаты, которую запросят Passat CC за свое содержание. По сравнению, например, с японскими одноклассниками. Кроме того, подобный автомобиль у вас может получиться приобрести по весьма привлекательной цене по сравнению с той же Toyota Camry. Если машина в целом понравилась, прикидывайте стоимость ремонта или, например, той же замены цепей ГРМ и вперед. Приятным бонусом здесь будет еще и относительная редкость автомобиля. Соответственно, никакой интерес у гонщиков к этой модели. Наш сегодняшний обзор подошел к концу. Если он был для вас полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть у нас на подъемнике в будущем. Также, если у вас был или есть Volkswagen Passat CC, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть, чем нас дополнить, в чем нас поправить. Пишите все это в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Хорошего вам дня. Пока.